Меня зовут Леонид Еленин, я научный сотрудник институтно-прикладной математики имени Келдыша, отдел прикладной небесной механики, занимаюсь малыми делами Солнечной системы, в том числе и космическим мусором, но сегодня не о нем. Сегодня мы будем с вами говорить о солнечной нашей системе, нашем по сути доме. Вот можно сказать, что наша планета Земля, это, по сути, квартира в многоквартирном многоэтажном доме, а наша Солнечная система — это большой-большой-большой дом. И почему она называется «живая Солнечная система»? Потому что многие представляют ее как нечто когда-то образовавшееся и застывшее на миллиарды лет. На самом деле все, конечно, сложнее намного, и даже в среде ученых бытует заблуждение, что, ну, Солнечная система, с ней все уже ясно. Люди смотрят, изучают гравитационные волны, черные дыры, темную энергию, темную материю, очень такие вот сложные, страшные названия из астрономии. Но на самом деле тайн в нашей Солнечной системе еще очень-очень много. Итак, что мы знаем о нашей Солнечной системе? Конечно, тогда никого не было. Все это случилось примерно 4,6 миллиарда лет назад, то есть очень-очень-очень давно. И как сейчас ученые знают, что тогда на месте нашей Солнечной системы было огромное облако из газа и немножко пыли. Ученые называют ее молекулярное облако. И вот как получилось, что из этого облака, по сути, ничего, образовалось все то, что мы сейчас видим, вот на чем вы сидите, что у нас там головой, все это образовалось, по сути, из этого вещества. Причем о том, что там был не только газ, но и была пыль. Ну, только пыль не которая у вас на Торшере, да, дома, а очень древняя пыль. Мы узнали совсем недавно. И самое интересное, что эту пыль в определенных объектах ученые обнаружат. Я вам скоро скажу, какой же возраст этой пыли. Итак, схематично, как все происходило? Опять же, это все происходило в масштабах астрономии достаточно быстро. Вот из облака до, по сути, уже сформировавшейся Солнечной системы с звездой и протопланетами прошло примерно 100-150 миллионов лет. То есть наша Солнечная система живет уже 4-6 миллиарда лет. Вот очень много. А все это образовалось примерно за 100-150 миллионов лет. Смотрите, если мы возьмем все время жизни на нашей Солнечной системы за одни сутки, вот за один день, то можно сказать, что вот это все образовалось примерно за полторы минуты. А потом это все эволюционировало и развивалось дальше. Но основное, звезда наша вспыхнула вот так быстро. Итак, было облако из газа и немножко пыли, как я сказал. Откуда взялся этот газ? Ну, это газ космический, да? То есть наше Солнце — это звезда уже следующих поколений. То есть были очень древние звезды, когда родилась наша Вселенная, были очень большие горячие звезды. А большие горячие звезды отличаются тем, что они очень ярко горят, но быстро сгорают. Чем ярче звезда, тем она быстрее сгорает. И эти звезды загорели, взорвались многие из них, потому что они очень массивные были. И вот выброшенный газ, он в итоге и вот образовал такое облако. Часть газа превратилась в пыль, да? Для взрослых я скажу слово «сконденсировалась пыль», а для наших ребят скажу просто. Вот газ, когда он охлаждается, он в космосе может превращаться в пылинки. И вот так это и происходило. Долгое время просто было облако. Но как же получилось так, что из облака сформировалось Солнце, да? А получилось это... Вот точно мы не знаем, как это получилось. Есть гипотезы. Мы можем сказать, что в какой-то момент в этом облаке возникло какое-то уплотнение. И почему это произошло, мы точно не знаем. Возможно, вот один из ближайших взрывов звезды, которая закончила свою жизнь, да? А звезды, которые вы видите на небе, вот сегодня вечером погода у нас прекрасная, даже из центра крупного города видны яркие звезды. Вот все эти точечки, на самом деле, это далекие-далекие-далекие звезды, такие же, как наше Солнце, и многие из них намного больше и горячее нашего Солнца. И звезды, они также рождаются, да, проживают свою жизнь, и часть из них заканчивают свою жизнь именно взрывом. И вот, возможно, такой близкий взрыв и уплотнил это облако газа, и там появились такие неоднородности. И вот эти неоднородности стали расти, они стали набирать свой вес, массу, как правильно говорить. И здесь в силу вступила такая сила, как гравитация. Вот мы с вами ходим по Земле, а не летаем, да, вот в космосе невесомость, а у нас здесь есть, у нас есть вес, да, нас Земля притягивает. Поэтому вот все во Вселенной, оно все пронизано гравитацией. Планеты притягивают друг друга, планеты притягивают астероиды, Солнце притягивает планеты. Как раз, чем я занимаюсь на работе, да, это я считаю, как одни тела притягивают другие тела. Это очень сложно, потому что нужно учитывать много-много тел, как одно притягивает другое, а то притягивает третье, и так далее, и так далее, и так далее. Причем я вам открою тайну, что вас притягивает Земля, поэтому вы сейчас сидите на стуле и не взлетаете. Но вы также притягиваете Землю, но очень-очень с маленьким усилием, поэтому мы это не замечаем. Да, это так называемые законы всемирного тяготения, законы Ньютона, поэтому в школе будете проходить, но вот знаете, что если вас притягивает, то и вы тоже притягиваете. Итак, у нас в центре этого облака образовалось какое-то сгущение, оно начало расти, и чем больше оно набирало массу и вес, тем больше оно стягивало к себе другой газ. И в конце концов у нас в центре этого облака появилась огромная сфера газа, которая начала сжиматься, да, потому что масса его растет, и этот объект, этот газ вокруг него тоже старался все к центру звезды прижать. Когда мы газ сжимаем, то он начинает нагреваться. И вот в конце концов в центре вот этого газового шара начались те самые термоядерные реакции, и вот шар превратился, по сути, в звезду, да, в нашу звезду Солнца, которая вот мы сейчас на улицу выйдем, ярко сегодня светит, прекрасная погода. Получилось, в центре у нас звезда, а по краям у нас газ, который она в себя не выбрала, да, не использовала. И вот как раз из этого газа и пыли, который не был стянут себе звездой, украден звездой, в итоге и образовывались планеты. Все примерно то же самое. Образовывались маленькие тела, они летали, сталкивались, иногда они полностью разрушались. Да, допустим, два снежных комка, да, вот один в другой можно кинуть сильно, и они разлетятся. А можно кинуть тихонько, и они слипнутся. Вот то же самое творилось в Солнечной системе. В столкновении на большой скорости разрушало объекты, а в столкновении на малой скорости объекты вместе склеивало. И так начали образовываться протопланеты, то есть зародыши, да, юные планеты. Их было очень много, но до нас дожили всего 8 планет. То есть это вот такая вот сложная эволюция, в итоге победил сильнейший, да. Сейчас мы знаем, в нашей Солнечной системе 8 планет, об этом мы еще поговорим. В целом, вот этот процесс по астрономическим меркам был очень быстро, как я сказал. И мы получили молодую-молодую Солнечную систему. На самом деле, это не только Солнечная система. Вообще, такие системы называются планетные системы. И планетные системы есть практически у каждой звезды. Опять же, выйдите вечером на улицу, поднимите голову вверх, увидите звезды. И я вам гарантирую, что вокруг большинства из этих звезд вращаются свои планеты, которые мы не видим глазами. Но они там есть, и вполне возможно, что вы вглядываетесь в космос, а вот космос вглядывается в вас. Кто-то оттуда тоже на вас, может быть, смотрит. Я не могу утверждать, но никакие физические законы этому не противоречат. Вот так примерно выглядела Солнечная система. Конечно, это рисунок, да. Там никого не было, мы это не видели. Но, опять же, много-много газа, уже летают кометы. Планеты сталкиваются, видим здесь столкновения. То есть, Солнечная система в то время была очень негостеприимным местом. Летало огромное количество объектов, они сталкивались, разрушались, склеивались и так далее, так далее, так далее. То есть, на самом деле, опять же, живая Солнечная система, она эволюционирует. Она еще молодая, она еще очень такая активная, очень горячая. Но постепенно, постепенно, вот все это превращалось либо в планеты, либо в другие объекты. Это астероиды и кометы. Об этом мы сейчас еще поговорим. Вот, опять же, да, то есть, вот такой, по сути, бульон из газа, планет, все это варилось, и это продолжалось очень долгое время. Как раз, вот, если у вас есть бинокль или небольшая подзорная труба, то, опять же, возьмите ее, не поленитесь, и посмотрите на Луну. Вот, помимо лунных морей, да, таких темных, темных областей на Луне и гор, вы увидите кратеры. Вот, большинство из них это ударные кратеры, то есть, это кратеры, образовавшиеся, когда в Луну ударили астероиды. Вот, как раз, примерно, 4 миллиарда лет назад, 3,8 миллиарда лет назад, образовалось большинство из кратеров. Ученые это называют период поздней тяжелой бомбардировки. Тогда действительно было очень сложно всем планетам, потому что вокруг летало огромное количество астероидов, которые сталкивались с планетами и оставляли эти шрамы. На самом деле, на Земле их тоже очень много, но Земля – это живая планета, и шрамы в основном все уже скрыты. Они находятся либо под землей, либо под водой, а вот, допустим, Луна или Меркурий, на Меркурии или на Луне эти шрамы до сих пор прекрасно видны. И вот большинство из них как раз в тот период и образовалось. Когда все более-менее устаканилось, оказалось, что большую сумятицу вносят уже сами сформированные планеты. Вот смотрите, здесь такая очень сложная схема. Для маленьких я объясню это примерно так, что когда сформировались планеты, они были не на тех местах, на которых находятся сейчас. Вот самые крупные планеты в нашей Солнечной системе – это Юпитер и Сатурн. Они намного больше Земли. Юпитер – самая большая планета в Солнечной системе, уступая по массе лишь Солнцу. И вот это один из главных, главная планета по своей силе гравитации. И вот эти две планеты, они находились намного ближе к Солнцу. И когда они начали, расталкивая друг друга, отдаляться от Солнца, они друг друга толкали. Конечно, Юпитер толкал Сатурн с большей силой, Сатурн отвечал как мог. Он в три раза легче Юпитера, но тоже имеет большую массу. Вот представьте себе два таких больших борца, борца с умом, которые борются, друг друга толкают. И помимо этого выталкивают огромное количество астероидов, которые опять же начинают метаться по нашей Солнечной системе. Самое интересное, что мы сейчас знаем, ученые просчитали это движение на очень мощных компьютерах. Когда у нас появилась такая возможность, мы начали это все рассчитывать. Оказалось, что планета Нептун, которая сейчас находится, является последней восьми планет. У нас находятся планеты Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Нептун – последняя восьмая планета Солнечной системы. До этого еще был Плутон, но его в 2006 году разжаловали. Теперь у нас он является карликовой планетой. И вот Нептун, оказывается, в свое время был между Юпитером и Сатурном. Но когда они боролись, они вот этот Нептун своей гравитацией выбросили на окраину Солнечной системы. Вот можете себе представить, какие там силы были. Поэтому, опять же, Солнечная система миллиарды лет назад была абсолютно другой, выглядела абсолютно по-другому, чем сейчас. Даже расположение планет и их расположение относительно нашей звезды Солнца, оно было совсем другим. Поэтому, опять же, живая Солнечная система, все это постоянно менялось, бурлило. И за миллиарды лет пришло к тому виду, который мы знаем сейчас. Повторим, да? Первая планета от Солнца – это Меркурий. Такой безжизненный мир, очень похожий на Луну. Часто ребята его путают с Луной. Тоже кратеры, но это целая планета. И, кстати говоря, на этой планете тоже, скорее всего, есть вода в виде льда. Вроде бы она находится очень близко от Солнца. Но на Меркурии есть такие кратеры глубокие, где на дне, на дно никогда не попадает свет. И там всегда царство тьмы. Ученые это называют ловушками холода. То есть там очень холодно, никогда не светит свет, никогда не светит Солнце. И там до сих пор находится вот тот самый впервые образовавшийся лед. Конечно, интересно было его попробовать. Ученые говорят, что этот лед, конечно, если его растопить, мы получим воду. Но эту воду даже можно пить. Но она по своему изотопному составу, не буду вдаваться, но, в общем, эта вода чуть-чуть все-таки отличается от той воды, что плечится у нас из крана в речке или в море. Она все-таки отличается. Это тоже соленая вода, но она отличается от той, что есть на Земле. Венера. Да, это на самом деле изначально считали, что это сестра Земли. Она очень похожа по размеру, по массе. Но оказалось, что Венера – это самое страшное место в Солнечной системе, потому что под ее непроницаемыми облаками, а Венера всегда закрыта облаками, ужасающее давление и температура. Температура на поверхности Венеры примерно 500 градусов Цельсия. То есть, представляете, у нас сейчас за окном 25 градусов Цельсия, а там 500 градусов Цельсия. Поэтому космический аппарат, в котором мы туда садились, и наша страна их запускала, жили там буквально десятки минут. Но у нас есть фотографии с поверхности Венера. Земля – наш дом, самая гостеприимная планета на данный момент. Марс – планета, красная планета. Планета тоже сейчас такая неживая, но мы знаем, что когда-то на Марсе была вода. Там тоже были реки, моря. Но что-то случилось, и Марс стал такой планетой абсолютно мертвой. И что случилось, это очень интересно и важно. Нам нужно знать, что произошло с Марсом, и как бы нам избежать этого на Земле. Поэтому изучение Марса тоже очень важно. И на Марсе под поверхностью тоже находится лед. Видите, лед, он есть везде. Практически везде. Дальше у нас идут… Это у нас планеты земной группы. Они состоят из камня. А дальше идут у нас газовые гиганты. Они вот там стоят из газа. Внутри них есть разные типы объектов, ядер из жидкого водорода. Они, опять же, не будут вдаваться в подробности. Но надо запомнить, что это планеты Меркурий, Венера, Земля и Марс стоят из камней. А остальные планеты стоят из газа. Самая большая из них – Юпитер. Здесь же показан Плутон, который долгое время считался планетой, но он был маленький. И в начале этого века астрономы нашли много объектов, похожих на Плутон. В свое время он был один, и его назвали планетой. А когда объектов, как Плутон, стало несколько тысяч, то нужно было или всем давать статус планеты, либо Плутон лишать статуса планеты. Вот ученые собрались в 2006 году, пообщались и приняли решение, что Плутон лишается статуса настоящей планеты. Перевели его в карликовую планету. И наша с вами Луна – тоже очень интересный объект. Обязательно, если у вас есть бинокль или поджорная труба, посмотрите, это действительно потрясающее зрелище. Увидите горы и кратеры на другом небесном теле. Как это выглядит сейчас? Солнце и расположение всех объектов. Между Марсом и Юпитером, вот здесь, это так называемый пояс астероидов. Там образовался еще в дальние-давние времена пояс из тех самых кирпичиков Солнечной системы, который не пошел на образование планет Земной группы. То есть стройматериалы, которые оказались не нужны, не востребованы. Они все скопились вот здесь. Сейчас мы знаем больше миллиона астероидов, которые летают вокруг Солнца между орбитами Марса и Юпитера. На самом деле их там намного больше. Мы знаем только самые крупные из них. Но в свое время объектов там было намного больше. Куда же они деваются? Во-первых, они сталкиваются между собой, разрушаются. И также они либо в конце концов могут столкнуться с Солнцем и сгореть, либо они могут быть выброшены из нашей планетной системы и улететь к другим звездным мирам. И вот совсем недавно, в 2017 году, астрономы впервые обнаружили в Солнечной системе астероид из другой планетной системы. То есть он был когда-то выброшен откуда-то, летел мы не знаем сколько, но скорее всего это сотни миллионов лет. И вот сейчас он прилетел в нашу Солнечную систему, пролетел ее, пролетит ее насквозь и отправится дальше. Так что вот такие объекты действительно существуют. Скажу вам больше, что есть и целые планеты. Их называют планеты-сироты. Это планеты, которые были выброшены из своих планетных систем. И по одной из гипотез, в нашей Солнечной системе, вот на заре, о чем мы говорили с вами, было не четыре гиганта газовых, а пять. И вот как раз когда Сатурн с Юпитером боролись своей гравитацией, они один из этих газовых гигантов выбросили из Солнечной системы. Мы это не можем утверждать, но когда мы начинаем рассчитывать, вот добавление еще одной планеты, оно дает ответы на некоторые вопросы. Поэтому вполне возможно, что так и было. И эта планета до сих пор где-то летает между звездами, потеряв свой дом. Такие планеты мы уже обнаруживаем. Поэтому это не сказки, русские, не ученых. Это действительно так. Астрономы-наблюдатели такие планеты уже обнаруживали. Планеты-сироты. И вот смотрите, у нас есть один пояс астероидов, и есть еще один пояс астероидов. Здесь у нас в основном каменные объекты, а вот здесь у нас есть не каменные объекты, а есть и ледяные объекты, которые сформировались далеко от Солнца. Здесь лед в итоге практически весь растаял, потому что близко от Солнца. Как вы понимаете, Солнце нагревает астероиды, и лед у нас испаряется. Ну как мороженое. Если вы возьмете мороженое, положите его на Солнце, то оно у вас растает. А если долго подержать, то оно еще начнет испаряться, и будет просто пятнышко на асфальте. А вот здесь лед сохранился. И вот как раз этот пояс, он называется поясом Койпера, или транснептуновым поясом, то есть поясом за Нептуном. Восьмая планета Солнечной системы, Нептун. Вот там живут и астероиды, и ледяные тела. Ледяные тела — это кометы. Чем кометы отличаются от астероидов? Это такие же каменные тела, но в которых присутствует много льда. И когда эти ледяные тела приближаются к Солнцу, лед начинает таять, и у кометы образуется огромная газовая голова, которую мы видим с вами с Земли, и длинный-длинный хвост. Вот как раз этот лед тающий и отличает комет от астероидов, даже по внешнему виду. Вместе с планетами, конечно же, образовывались их спутники. Причем они образовывались как прямо рядом с планетами, так и планеты, особенно крупные, такие как Юпитер, обладающие огромной своей силой гравитации, то они могут объекта ловить, притягивать свои силы притяжения. И вот как раз у Юпитера, это наш сейчас рекордсмен по количеству обнаруженных спутников, он по этому показателю опять же борется со своим главным конкурентом Сатурном. То один выходит на первое место, то второй. Но на данный момент первое место это планета Юпитер. У нее сейчас известно 95 спутников. Представляете, практически 100 спутников обращаются вокруг планеты. То есть у нас один спутник, это Луна, у Венеры нет спутников, у Меркурия нет спутников, у Марса два спутника. Кстати говоря, очень загадочные, мы не знаем, откуда они взялись. Вряд ли они образовались вместе с Марсом, но Марс такая маленькая планета, что вероятность того, что он как Юпитер схватит и притянет к себе астероид, очень мала. Но до сих пор это загадка, которую пока ученые не могут разрешить. Что же произошло? Как же у Марса появились спутники? А дальше тут планеты-гиганты. Они большие, они массивные, у них мощная гравитация, и они, конечно, зазевавшиеся астероиды и кометы ловят, или их разрушают, или переводят на орбиту вокруг себя. То есть они их захватывают, и эти астероиды превращаются в спутники, вращаются вокруг этих газовых гигантов. В 1994 году, когда мне было 13 лет, вот я, наверное, как некоторые из моих слушателей сейчас, Юпитер схватил комету. Он ее схватил, разорвал ее на части, на 22 кусочка, и эти кусочки, сделав оборот вокруг Юпитера, упали на его поверхность. Ну, это мы, тогда, конечно, не мы, мои современные коллеги наблюдали тогда в космические телескопы, в наземные телескопы. Представляете, мы наблюдали практически в прямом эфире в телескопы, как разорванные кусочки кометы падают на Юпитер. То есть вот мы это видели своими глазами, как Юпитер поймал за зазилавшуюся комету, которая подлетела к нему очень близко. И он, конечно, такого не прощает. Вот так это выглядит. Опять же, это не фотография, это рисунок. На самом деле, мы знаем 95 самых крупных только спутников. Их там намного, намного больше. Вот примерно так это выглядит. Причем у Юпитера и у всех практически, да, у всех газовых гигантов есть кольца. Кольца Сатурна известны давно, потому что их легко видно даже в небольшой телескоп любительский. А вот кольца Юпитера, Урана, Нептуна, они были открыты либо крупными телескопами, либо уже космическими аппаратами, которые полетели в космос, долетели до планет, сфотографировали их, вернули нам на Землю снимки, мы их получили по радиосвязи, да, то есть, естественно, они нам посылают не посылки с фотографиями, они нам посылают радиосигнал, а мы этот радиосигнал ловим огромными антеннами. Можете себе представить, антенна диаметром 70 метров, ну, наверное, как вот два этих зала. Вот такая антенна, которая следит за этим космическим аппаратом, ждет от него сигнал, принимает этот сигнал, ученые его расшифровывают и получают изображение. Поэтому вот это, это уже реальные фотографии. Это вот Сатурн, его кольца, вот это, это тень от колец. Солнце находится справа, оно освещает кольца, и кольца отбрасывают на Сатурн тень. А это небольшой спутник, то есть, это настоящая фотография, то есть, вот до чего дошла наука, да, и наши ученые-инженеры, что мы уже можем посмотреть планеты вблизи. Переходим к малым телам Солнечным. Как я уже сказал уже, они у нас бывают каменные, каменно-ледяные, каменно-металлические или металлические. Каменно-ледяные это кометы, а астероиды, они бывают каменные, железо-каменные или железные. Больше всего каменных объектов, естественно, но железные объекты представляют собой большой интерес для того, что люди задумались, что в будущем мы сможем добывать оттуда полезные ископаемые. Представьте, огромное-огромное тело в космосе, которое можно полностью переработать. Там есть те вещества, которые на Земле практически нет, или их очень мало. А в космосе их много. Поэтому возможно, что когда-нибудь мы до этого доживем и будем добывать не только в угольных шахтах, в угольных разрезах на Земле, но и привозить так называемые редкоземельные, редкоземельные, редкие на Земле материалы из космоса. О чем я уже говорил, астероиды у нас каменные тела, кометы каменно-льяные, причем, вы знаете, до сих пор идут споры. Вот, лед на кометах. Во-первых, на кометах лед разный. Больше всего там находится водяной лед, то есть, по сути, замороженная вода. Опять же, она отличается от той, как я сказал, что плечется у нас в океанах. Там есть лед из-за разных газов. Допустим, углекислый газ. Вот как раз углекислый газ замороженный, да, это то, что охлаждает ваше мороженое. Если вы пойдете сейчас, посмотрите палатку с мороженым, вот там уложен этот углекислый газ, который мороженое охлаждает. Там есть угарный газ. Угарный газ, он очень опасен для человека, им нельзя дышать. Да, если человеком надушится во время пожара, то будут такие очень плохие последствия. Там есть и просто яды. Это аммиак, циан, вот, представляете себе, лед из замороженных ядов. Поэтому, когда мы впервые это узнали, а мы это узнали с помощью, мы тогда не летали на кометы, и мы это узнали издалека. Ученые изобрели прибор спектрограф, который по разложению отраженного от кометы света может сказать, какие химические вещества есть на этой комете. И вот тогда как раз мы поняли, что там много яда, и был курьезный случай, что в начале прошлого века наша с вами планета проходила сквозь хвост самой известной кометы, кометы Галлея, очень большая комета, и действительно люди боялись, была паника, что поскольку мы теперь знаем, что в хвосте кометы находится яд, и если Земля прилетит через этот хвост, то мы все отравимся. Но как оказалось, во-первых, нас защищает наша атмосфера, чем мы дышим, она нас защищает от излучения Солнца, и вообще мы с вами сегодня здесь живем только потому, что у нас есть такой зонтик. Если бы этого не было, наша планета превратилась бы в Марс или Меркурий. Поэтому большое спасибо атмосфере. Конечно, ученые иногда жалеют, что у нас такая атмосфера есть. Почему? Потому что эта атмосфера нам мешает наблюдать и познавать космос. Но для большинства из нас, конечно, это очень важно, потому что иначе наша планета была бы абсолютно безжизненной. А с другой стороны, вот это содержание этих опасных веществ, этих ядов в хвосте кометы, оно очень небольшое. По сути, это вакуум, который нам сложно создать даже в современных научных лабораториях. Поэтому, конечно же, никто от этих газов ядовитых не погиб, не отравился, и теперь мы об этом уже хорошо знаем. Вот та самая комета Галлея фотография 1986 года, когда она пролетала в последний раз, а в следующий раз она прилетит в 2062 году. Я вам всем желаю дожить, встретить ее, посмотреть, помахать ей рукой. Она сближается с Солнцем на Землю примерно раз в 75-76 лет. Поэтому, вот эта фотография 1986 года мне было 5 лет. у меня, конечно, планы есть все-таки ее еще раз увидеть. Где живут астероида кометы? Астероиды живут в главном поясе астероидов, я вам его показывал, между орбитами Марса и Юпитера. Кометы живут либо в поясе Койпера за орбиту Нептуна, либо в так называемом облаке Аорта. Вот, можете себе представить, что наша Солнечная система это маленькая горошина. Вот, внутри этой горошины все 8 планет плюс оба пояса астероидов, главный пояс астероидов и транснептуновый пояс астероидов. И на огромном расстоянии мы думаем, что оттуда к нам прилетают кометы. И в целом мы не только думаем, по нашим расчетам, когда мы рассчитываем пути движения комет, мы понимаем, что они прилетают с какого-то огромного расстояния. Но они все-таки чувствуют притяжение Солнца. То есть Солнце настолько сильный гравитационный объект, что даже на таком расстоянии она притягивает ледяные объекты к себе. И вот эти объекты, приближаясь к Солнцу, начинают таять, и мы их видим как кометы. Пока нам не хватает мощности наших телескопов. Мы строим уже 10-метровые телескопы, сейчас мы строим 40-метровый телескоп, но, скорее всего, его тоже не хватит, чтобы увидеть эти объекты. Поэтому они открыты нами, как говорят, на кончике пера, открыты математиками. Мы считаем, что вот оттуда прилетают кометы, но пока мы их не видим. Поэтому нужно развивать телескопы, они должны становиться все больше и больше и больше. И когда-нибудь, как это было с поясом Койпера, его открыли визуально в телескоп, увидели объекты в этом поясе всего лишь 30 лет назад. До этого мы тоже считали орбиты астероидов, которые прилетали к Солнцу и к Земле и говорили, что там что-то может быть, но мы этого не видели. А сейчас мы это уже обнаруживаем и за орбитой Нептуна открыты уже тысячи каменных и каменно-ледяных тел. Когда-нибудь то же самое будет с облаком Аорта. Вот очень хочется все-таки дожить и это увидеть, когда впервые мы снимем комету, там, где они живут, далеко-далеко на границе Солнечной системы. Да, вот смотрите, как раз здесь все показано. Вот это наше солнышко, здесь летают планеты, вот это пояс Пойпера, трансептудовый пояс. Вот это все показано не в масштабе, на самом деле это все еще меньше, просто это была бы маленькая-маленькая горошинка. И вот огромное-огромное облако Аорта. Вот как раз здесь ученые посчитали, что там сейчас живут триллионы тел. Ну, для маленьких очень-очень много, это просто невозможно посчитать, сколько тел. А для взрослых триллионы тел. Поэтому запас комет, которые прилетают к нашей планете, к Солнцу, он по сути неисчерпаем. Вот этот резервуар комет, это вот жилище комет, оно неисчерпаемо. они будут там лететь, сколько, по сути, будет существовать Солнечная система. А Солнечная система будет еще существовать, пока будет жить наше Солнышко. А Солнышко наше, как я уже говорил, оно тоже живое, по сути, оно тоже проживает свою жизнь, оно тоже проходит через молодость, зрелость, старость, и когда-нибудь оно погаснет. Поэтому и тогда, по сути, жизнь в Солнечной системе закончится. Это будет такой Мир мрака. Планеты останутся, но они будут вращаться вокруг медленно остывающей, по сути, такой уже мертвой звезды. Фотографии небесных тел. Как только человечество вышло в космос, конечно, оно сразу захотело изучить объект, который находится очень далеко. И нам не хватает силы наших телескопов, и мы не можем так приблизить объекты, чтобы увидеть их во всех деталях. Поэтому, естественно, мы начали запускать космические аппараты. Вот сверху вы видите фотографию, это первая фотография Земли с орбиты Луны. Вот это объект, это Луна. Качество, конечно, не очень хорошее, как вы понимаете, но этой фотографии 60 лет практически. А это наша Земля. Это американский спутник, который впервые сделал фотографию Земли на фоне Луны. А вот снизу, это уже современная фотография, 2014 года, космический аппарат пролетел мимо той самой планеты Плутон, бывшей планеты Плутон. Причем, когда этот космический аппарат запускали, то Плутон еще был планетой. Пока он летел, а летел он к нему много-много лет, очень далеко он находится, то Плутон уже понизили в статусе. Теперь он не является планетой. Это, конечно, потрясающая фотография. Это миллиарды-миллиарды километров от Земли. Во-первых, то, что ученые создали такой космический аппарат. Математики посчитали, как он должен лететь, посчитали его путь, его орбиту, чтобы он, летя много-много лет, встретился с Плутоном. И вот мы увидели этот ледяной мир. Оказывается, Плутон не такая безжизненная планета, хотя находится очень далеко от Земли, там очень холодно. И солнышко там очень маленькое и тусклое. И Плутон, как видите, окружен даже своей атмосферой. Конечно, это не та атмосфера, в которой мы можем дышать, но все-таки это очень интересный мир. Причем в этом мире очень много льда и очень много органических соединений. То есть того, из чего когда-то на Земле, по сути, начала образовываться жизнь. Из которой в итоге, проэволюционировав, появились мы с вами. Поэтому это очень интересно. И это дает нам понимание того, что жизнь во Вселенной, ну, она, скорее всего, должна еще быть. Потому что если органика присутствует вот в таких дальних от звезд холодных темных мирах, то вполне возможно, если мы считаем, что в нашей галактике Млечный Путь сотни миллиардов звезд, и у каждой звезды вращаются несколько планет, то вы можете посчитать, что, скорее всего, где-то, пусть и простейшая жизнь должна существовать. И я думаю, что это так. И это, конечно, будет великое открытие, когда мы впервые найдем жизнь только на Земле. И, возможно, мы это сделаем даже в Солнечной системе. Потому что есть объекты, где есть лед, где есть лед, может быть, вода, а в воде всегда может образоваться жизнь. Поэтому я надеюсь, что, может быть, как раз вот ребята, которые здесь находятся, слушают лекцию и будут продвигать эту тему. И в итоге им удастся открыть, найти ответ вот на этот один из главных вопросов человечества. Одни ли мы во Вселенной или где-то все-таки еще существует жизнь. Фотографии астероидов в масштабе, видите, они абсолютно разные. И есть большие, и есть маленькие. У маленьких абсолютно причудливая форма. Почему? Потому что, скорее всего, они являются следствием столкновений. О чем я вам и говорил. То есть два объекта сталкиваются, разлетаются на мелкие кусочки. Это эти мелкие кусочки, и есть эти маленькие астероиды. Это реальные фотографии мимо всех этих объектов. Пролетали наши космические аппараты. Ну, я имею в виду космические аппараты с планеты Земля. Я здесь не делю на страны. Мы общее человечество, которое изучает космос. Вот такой рисунок. Это сделала нейросеть. К чему он? К тому, что орбиты, то есть те пути, по которым обращаются планеты, астероиды и кометы, они не являются проложенными когда-то железнодорожными путями, по которым эти объекты обращаются. На самом деле все не так. Орбиты меняются постоянно. Даже у крупных планет орбиты, пусть ненамного, но меняются. И астрономы это фиксируют. У малых тел Солнечной системы, у астероидов и комет, поскольку на них действует мощная гравитация и Солнце, и планет, орбиты меняются очень сильно и постоянно. И, допустим, абсолютно безопасный астероид, обращающийся между орбитами Марса и Юпитера, может быть выброшен из этого пояса притяжением Юпитера. Если он к нему приблизится сильно, то он его может поймать. Если он к нему приблизится не очень близко, а аккуратненько, то Юпитер его может вытолкнуть. И тот полетит в сторону Земли. Вот 4 сентября, буквально 3 дня назад, астрономы открыли небольшое небесное тело, размером примерно 1,5 метра, которое столкнулось с нашей планетой. Кому интересно, заходите ко мне в телеграм-канал, там есть прям видео. Вошло в атмосферу над Филиппинами. То есть вот действительно астрономы обнаружили за несколько часов объект в космосе, который летел прямиком к Земле. Ничего страшного не произошло, объект маленький. Но, я думаю, взрослые помнят 2013 год, что произошло на Челябинском. Там тоже был маленький объект, всего лишь 15-20 метров. Но при этом повреждения получили свыше 7 тысяч построек, домов. И было выбито 1 миллион квадратных метров стекла. Вот от маленького астероида, который взорвался уже в атмосфере Земли. При этом более полутора тысяч человек обратились за медицинской помощью. Поэтому это все не игрушки. И поэтому, поскольку у нас живая Солнечная система, и все там не меняется, поэтому астрономы каждую ночь наблюдают астероиды и уточняют их орбиты. Мы не можем один раз пронаблюдать астероид, его внести в каталог и сказать, все, мы о нем все знаем, он у нас номер получил, и мы его больше не наблюдаем. Так это не работает. Мы должны постоянно их отслеживать. Особенно опасные астероиды, которые могут приближаться к нашей планете. Вот как раз этим занимаюсь и я, этим занимаются мои коллеги. И это процесс постоянный. Мы должны постоянно этим заниматься, постоянно работать. Вот как выглядят орбиты. По центру у нас белая точечка — это Солнце. А вот эти вот эллипсы, такие вытянутые окружности, — это орбиты астероидов и комет, к которым подлетали космические миссии. Видите, что этих объектов много. И я вам показывал фотографии. Действительно, мы узнаем уже десятки объектов. Мы их видели вблизи. И астероидов, и комет. В 2014 году, как раз в этом году мы отмечаем в ноябре, 10 лет, когда человечество впервые приземлилось. Ну, не человек, да, а робот приземлился на поверхность кометы. Представляете себе? Вот он проник туда внутрь этой газовой оболочки. Космический аппарат вышел на орбиту кометы впервые. Мы увидели комету вблизи. И маленький космический аппарат аккуратненько на нее приземлился. Правда, аккуратненько не получилось. Он поверхность кометы ударился, немножко поскакал. Но передал нам потрясающие снимки, из которых сделали потрясающие видео. Вы представляете себе пейзаж с ядра кометы. Там летает пыль. Мы видим гейзеры, которые бьют из ядра кометы. Такие вот, как на Земле, по сути, да. И это мы все увидели впервые. И даже смогли пощупать поверхность кометы. До этого мы не знали, как это все выглядит. Оказалось, что вот те самые льды на кометах, они не просто открытые, да. Вот есть камень и лед. А поверхность кометы закрыта слоем пыли. Космической пыли. Вот как вы думаете, какая толщина этой пыли? В сантиметрах. Так. Кто сказал 20? Ты... 2 сказал, да? Ладно. Не послышал 20. Думаю, астроном сидит. Да, 20-25 сантиметров. Представляете себе, вот лист бумаги А4. А4 это слой пыли, который закрывает льды. Поэтому как раз льды так быстро не испаряются. Пускай комета не сближается с Солнцем многократно. Но лед испаряется только там, где эти льды открыты. Допустим, в комету попадает небольшой астероид. Он открывает часть льда. И лед начинает испаряться. Мы видим гейзер, бьющий с поверхности кометы. Лед испаряется, но остальные льды закрыты. Поэтому их хватает на, по сути, миллионы лет. Конечно, кометы теряют этот лед. И мы уже знаем, что есть объекты, так называемые мертвые кометы, которые полностью испарили свой лед и превратились, по сути, в астероиды. Мы их отличаем только по орбитам. Орбиты комет более вытянутые. Да, вот смотрите, здесь как раз это хорошо показано. Оранжевые – это орбиты комет. А вот такие салатовые, да, голубые – это орбиты астероидов. Они более круглые, а орбиты комет более вытянутые. И мы на орбитах комет уже обнаружили объекты, у которых нет хвостов. И предполагаем, что это вот те самые объекты, которые полностью лишились своих льдов и превратились, по сути, в каменные астероиды. Вот как раз об этом я вам рассказывал. Это столкновения Солнечной системы. Они происходят даже сейчас. Вот 4 сентября – маленькое, но столкновение. Конечно, когда наша Солнечная система была молодой, их было намного больше. Но сейчас это тоже происходит. А этому нужно уделять внимание. Астрономы ни в коем случае никого не запугивают, не пугают. Но все-таки нам нужно быть немножко выше стоячим динозавра и все-таки отслеживать то, что происходит вокруг нас в космосе. Чтобы не пропустить вот такую неприятность. 1994 год. Вот как раз та самая комета, разорванная на фрагменты. И вот такой поезд из маленьких осколков. Ну, как маленьких. Самый большой осколок размером более 2 километров был. И когда он столкнулся с Юпитером, то энерговыделение в сотни раз превзошло энерговыделение всего запасенного на нашей планете ядерного оружия. А в сотни раз. То есть это только от самого крупного обломка. Их было 20. Поэтому космические столкновения – это вещь сейчас редкая. По крайней мере, крупные столкновения. Но чрезвычайно опасно. Поэтому к этому нужно относиться не запугивать. Но к этому нужно относиться серьезно. И об этом нужно думать, по крайней мере, ученым. Да, отслеживать астероиды, их орбиты считать. И думать, что же мы сделаем, если такой объект мы обнаружим. Одни из шрамов все-таки остались у нас. Это молодой кратер. Ему примерно 50 тысяч лет. Находится он в США, в Резоне. Это кратер. Вот здесь вы можете посмотреть. Здесь находятся домики. Просто для масштаба. Это визит центра, куда приезжают туристы. Приезжают огромные автобусы. И вот это все вот здесь находится. Вот такой кратер. Как вы думаете, какой размер астероида такой кратер образовал при столкновении? Да, небольшой. Нет, как раз там, да, 50-60, может быть, там, 80 метров. То есть с огромной скоростью. Да, все дело в скорости, в запасенной скорости, в генетической энергии. Так вот, у Гори, ученые. Поэтому даже небольшой объект, вот просто для понимания, что челябинское тело, оно взорвалось высоко, в небе, на высоте, там, более 25 километров, но энерговыделение составило примерно 400 килотонн. Для наших маленьких слушателей это как средняя атомная бомба. Можете себе представить, это маленький объект, 20 метров. И вот такое энерговыделение. То есть это настоящий мощный взрыв, который произошел в воздухе, ударной волной, вот он столько всего повредил на Земле. Поэтому очень к этому нужно относиться аккуратно. 1998 год. В нашей стране произошло событие летом 1998 года. Его называют Тунгусский метеорит. Но называют неправильно, потому что сам метеорит, то есть тело, которое упало на планету, на нашу, найдено не было. Скорее всего, оно полностью разрушилось в воздухе, воздушным взрывом, но этот воздушный взрыв повалил лес на площади более 2000 квадратных километров. То есть это огромная территория. Был повален полностью, практически вывал реликтового леса в тайге. Повезло, что это тайга. Потому что этот взрыв полностью разрушил небольшой город. полностью стюрба с лица Земли. Поэтому нам повезло. Вообще, космос, он нас так предупреждает. Он нам показывает, что может произойти. И мы каждый раз смотрим, говорим, да, ну ладно, наверное, нас пронесет, и когда-нибудь это случится потом. Вот мы это все переносим, переносим, но когда-нибудь это случится точно. Вот, я говорю, фотографии, да. Вот, видите, как деревья, вековые деревья повалены, причем повалены да в одну сторону, то есть от взрыва. Вот такой вывал леса. Это у нас 2013 год. Наш метеорит, который в итоге нашли. Самый большой обломок этого астероида, а он был примерно 15-20 метров. Конечно, этот кусочек самый большой, он меньше. Но все-таки метеориты очень тяжелые, каменные. Даже каменные, а железные намного тяжелее. Вот этот небольшой, вроде бы, кусочек весом 500 килограмм, то есть полтонна. Вот он выпал в эту полунию. Представляете себе лица рыбаков, а там сидели на этом озере Чебар-Коле рыбаки в тот момент, когда к ним в озеро прилетело космическое тело. Вот вы можете себе представить. Вот такой был след. Этот метеорит сейчас, если будете в Челябинске, он в Государственном музее Южной Сибири там представлен. Можете его посмотреть. А вообще, если брать металлические метеориты, да, железные метеориты, то могу вам сказать так, что метеорит железный размером с футбольный мяч, вот можете себе представить. Его взрослый человек не оторвет от стола. Проверял на себе. Такой у него вес. Ну, либо с большим-большим трудом. Ударные кратеры на Луне. Да, видите. Следы эти остались. Мы их наблюдаем. Долгое время считалось, что это вулканы, но сейчас ученые абсолютно точно знают, что это не вулканы, а это именно ударный кратер. Что будет в будущем? Солнечная система меняется. Она у нас живая. Поэтому примерно через 7-8 миллиардов лет Солнце станет у нас красным гигантом. Скорее всего, поглотит Землю. Земля окажется внутри нашей звезды. Солнце раздуется. В конце концов, она сбросит свою газовую оболочку. И останется белый карлик, который будет остывать, ну, необозримое количество лет. По сути, вечность. И вот наша Солнечная система, планеты останутся. Часть из них, которые не сгорят, погрузившись в раздувшееся Солнце. И в центре будет у нас находиться белый карлик. Вот эта фотография примерно того, что нас ждет. Это планетарная туманность, так называемая. То есть, вот этот выброшенный газ от раздувшейся звезды. А вот здесь, к сожалению, я неудачно разместил, не обратил на это внимания, логотип нашей сегодняшней потрясающей встречи. Вот здесь маленькая беленькая точечка. Я думаю, что вы видите вот здесь по центру. Это и есть тот белый карлик, который остался, сбросив большая часть своего вещества в космос. И самое интересное, что это вещество, этот газ, помните, мы говорили про газ и пыль, этот газ разлетится в космосе, и из него будут созданы новые звезды и новые планетные системы. Поэтому это смерть одной звезды, но в будущем рождение новой звезды и новой планеты туманности этот процесс, скорее всего, бесконечен. Пока будет жить наша Вселенная, этот процесс будет повторяться. А вот то, что я вам говорил про древнюю пыль, забыл об этом вам рассказать. Когда мы астероиды, когда они падают на Землю, и мы их находим, то ученые их изучают. Очень здорово, нам не нужно за ними лететь, они иногда падают нам на голову, и мы их можем изучать. И вот есть такие астероиды каменные, они называются хондриты, от слова хондра. Хондра – это по-древнегречески ядрышка, ну вот что-то такое. Это такие вкрапления очень маленькие. Той самой первозданной пыли, которая образовалась при остывании газопылевого облака вокруг только что родившегося Солнца. То есть эта пыль, ей примерно 4,5 миллиарда лет. Но самое интересное, что в этих метеоритах нашли досолнечные частицы. То есть частицы вот той самой пыли, которая была в этом газопылевом облаке, молекулярном облаке, до рождения Солнца. То есть это то, что сконденсировалось из газа, выброшенного умирающими старыми-старыми звездами. И вот сейчас эти вкрапления, вот метеориты, они у нас есть в лабораториях, и их возраст оценивается в 5-7 миллиардов лет. Возраст Солнца примерно 4-6 миллиарда лет. То есть это сейчас самые древние объекты, которые мы знаем, и они у нас находятся в лабораториях, которые мы изучаем. Это то, что старше Солнца. На этом я надеюсь, что вам был интерес. Еще раз большое спасибо всем.